А вы бы пожертвовали деньги Уолтеру Уайту? Кажется, он хороший человек, который по воле судьбы оказался в трудной жизненной ситуации. Он любящий отец, заботливый муж, талантливый учитель. Кажется, ему просто нужна помощь. Ну, чего греха-то эти. Все, кто смотрел сериал, знают, кто такой Уолтер Уайт на самом деле. Незаурядный химик, который разработал уникальную формулу голубого метамфетамина. Жестокие убийцы готовы покончить с теми, кто стоит у него на пути. И владелец наркоимперии, влиятельный и опасный преступник. Мы своими глазами видели, как обычный школьный учитель превратился в жестокого монстра. Уолтер умер до того, как его успела поймать полиция. И все свои достижения и грехи он унес с собой в могилу. Реализован ли мой потенциал? Получил ли я того, что действительно заслужил? Как мне завоевать всеобщее признание? Этими вопросами задается Уолтер на протяжении последнего года своей жизни, когда узнает про страшный диагноз. Мы поможем ему ответить на эти вопросы и заодно узнаем, что делает во все тяжкие и по-настоящему уникальным произведениям. Какие чувства руководили Уолтером на протяжении его пути? И, наконец, был ли Уолтер жестоким человеком изначально, или он стал таким под давлением обстоятельств? Многие из вас давно просили сделать этот выпуск, поэтому настало время пуститься. Вообще тяжко. По словам создателя сериала Винца Гиллигана, идея пришла к нему в момент отчаяния. Ему нужны были деньги, и он не мог найти работу. Видимо, по этой же причине в начале истории мы также видим Уолтер в отчаянном положении. Своё эмоциональное состояние Винц Гиллиган перенёс на главного героя. В то время тяжёлое финансовое положение переживали, если не все, то многие. В 2008 году резко проявил себя мировой экономический кризис. Многие телевизионные компании не решались браться за реализацию сериала. Кто-то предложил сделать главного героя не производителем наркотиков, а фальшивомонетчиком, чтобы основная тема была менее острой. Идея казалась в некотором роде опасной, да и в целом странной. Однако сериал всё же попал на экраны и с первого дня имел огромный успех, который только нарастал. Это неудивительно, ведь он имеет большую художественную значимость. Стоит ли говорить, насколько удачно подобраны локации, актёры и события. Во все тяжкие, можно сказать, снят по драматургическому завету Альфреда Хичкока. Фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно растать. В сериале можно найти отсылки к другим значимым произведениям. Благодаря фильму «Крёстный отец» в киноязыке за апельсинами закрепилось значение символа приближающейся смерти. Сюжет во все тяжкие напоминает сюжет «Крёстного отца». Человек, который не намеревался становиться частью преступного мира, в итоге стал его головой. Перед тем, как мы погрузимся в истории Уолтера Уайта, позвольте я немного расскажу о подготовке выпусков. Первым делом мы определяем идею будущего ролика. После этого пишем сценарий. В нём, в сценарии помимо текста, не меньше внимания стараемся уделять визуальной составляющей, чтобы вам было интереснее наблюдать за происходящим. Мы любим наполнять видео графикой, потому что так интереснее смотреть, запоминать и усваивать информацию. Есть направление, которое занимается более подробным оформлением видео и делает его красочнее и интереснее. Он называется Motion Design. Motion Design — это искусство на стыке творчества и технологий. Он невероятно востребован и окружает нас повсюду — в интернете, кино, телевидении, на билбордах, стадионах и концертах мировых звёзд. Его используют на выставках, в компьютерных играх и презентациях продукта. В 2022 году 82% интернет-графика состоит из просмотров видео. Видеоконтент увеличивает продажи. Способствует этому Motion Design. Профессия Motion Design как раз открывает двери в креативной индустрии. Рекламу, игровую сферу, кинематограф, IT, телевидение, медиа и десятки других. Средние зарплаты, начинающие, например, специалисты зарабатывают 60 тысяч рублей, а дизайнеры с опытом — 150 и выше. Если вас вдруг заинтересовало это направление, то вам прямой путь в Motion Design на курсе от онлайн-школы дизайна Contented. Motion Design с нуля до про. 80% курса — это практика. Выпускники курса делают выразительную и реалистичную анимацию 2D и 3D. Эффектные рекламные ролики и заставки. Создают анимированных 3D персонажей. Создают творческие работы с уникальным сюжетом и стилем. В выпускную шоу Reel входит 16 работ за 18 месяцев обучения. Обучаться можно даже тем, кто не имеет никакого опыта. Преподаватели являются ведущими специалисты по Motion 2D, 3D и анимации. Их клиенты Adidas, Яндекс, Йота, Сбер, Альфа-Банк и другие. Карьерный центр помогает студентам найти работу или клиентов на фрилансе. После защиты, итоговой работы и прохождения более 80% обучения вы получаете сертификат. Чтобы записаться на курс и получить скидку 45%, достаточно сканировать QR-код или перейти по ссылке в описании под видео и указать промокод MENTAL. Во всей тяжке насыщен интересными драматургическими и визуальными решениями. В руках создателей сериала даже простая мигающая лампочка на пожарной сигнализации становится метафорой душевного состояния главного героя. В этот момент Уолтер чувствует себя подавлено, отношения с семьей напряжены, а его жизнь находится под угрозой со стороны Гасса Фринга. Он еще жив, но не чувствует себя живым, поэтому лампочка то горит, то гаснет. Что же именно нас привлекает во все тяжкие? В первую очередь тем, что создатели сериала-мастерски управляют нашими чувствами и вниманием. Они буквально бросают нам вызов. В первом сезоне Уолтер предстает перед нами как хороший, но слабохарактерный человек. Ученики в школе его не уважают. Он подвергается унижениям с их стороны. Он еле сводит концы с концами и вынужден работать еще и на автомойке. Жена Уолтера Скайлер в семье больше авторитет, чем он. А это что еще за хрень? Это вегетарианский бекон. Мы следим за уровнем холестерина. Видимо. Не, я хочу нормальный бекон, а не это фальшивое дерьмо. Очень жаль. Ешь. В начале первой серии Уолтер стоит перед ними буквально в одних трусах. Он абсолютно растерянный и беззащитный. После этого мы узнаем диагноз Уолтера и мысленно желаем ему победы. Мы хотим, чтобы он заявил о себе, перестал терпеть унижения. На этом этапе мы можем найти оправдание его поступкам. Он хочет заработать деньги для семьи, потому что боится, что после его смерти они не смогут себя обеспечить. Уолтер хочет дать семье все самое лучшее. Мы можем понять искреннюю мотивацию Уолтера. Так авторы сериала привязывают нас к нему, заставляют нас ассоциировать себя с ним и сопереживать. Многие из нас, если не подвергались унижениям, то чувствовали, что получает от жизни недостаточно. И могли бы получать больше, проявив силу характера. Ну далее, во втором, третьем и четвертом сезонах мы следим за превращением Уолтера и видим, а какие ужасные поступки он способен для достижения своей цели. Авторы проверяют нас на прочность и спрашивают, как долго мы сможем сопереживать Уолтеру дальше? Что станет для нас финальной точкой? Сначала Уолтер убивает из самообороны. И когда я это сделаю, ты не вонзишь у меня кусок тарелки? Но потом он делает это осознанно, чтобы убрать тех, кто представляет угрозу. Уолтер намеренно затевает аварию, чтобы Хэнк не смог попасть в прачечную. Он устраивает взрыв в доме престарелых, чтобы убить Фринга. Хоть Уолтер нанял киллеров для Джесси, из-за них погибает Хэнк и его напарник. Практически все события, показанные в сериале, были вызваны тем, что Уолтер стал частью наркобизнеса. Уолтер мог спасти Джейн, но не сделал этого. Ее отец обезумел от горя и совершил фатальную ошибку, которая привела к столкновению самолетов. В конце пятого сезона мы снова видим Уолтера слабым и уязвимым. Он теряет все, за что боролся и скрывается от правосудия. Авторы снова задают нам вопрос, сопереживаем ли мы Уолтеру теперь, когда знаем, какой он человек на самом деле? Можем ли мы найти оправдание его поступкам? Можно ли простить его? Сериал постоянно удерживает наше внимание главным образом за счет противоречивых поступков героев. И самый противоречивый из них совершает, несомненно, Уолтер. По уровню жестокости он превзошел Густаво Фринга, но его империя рухнула. Уолтер – это человек, который больше, чем кто бы то ни было, был зависим от голубого мета, но никогда его при этом не употреблял. Чтобы понять, что стало двигателем изменений Уолтера, нам нужно отмотать время назад, до событий сериала. В прошлом Уолтер – подающий надежды молодой ученых и основатель стартапа «Серое вещество». Вместе со своим коллегой и другом из колледжа Эллиотом Уолт был удостоен Нобелевской премии. В то время у него был роман с Гретхан. Позже Уолтер расстался с Гретхан и покинул компанию. Но почему? Ведь все складывалось удачно, что именно пошло не так. Уолтер расстался с Гретхан из-за чувства неполноценности. Рядом с Гретхан и ее семьей Уолт указалось, что он никогда не сможет соответствовать их высоким стандартам и их финансовому положению. Он не произносил это вслух, но чувствовал это. Его пугала перспектива навсегда остаться в тени, Гретхан. Ты бросил меня. Ньюпорт, выходные 4 июля. Мой отец, мои братья и я вошли в нашу комнату, а ты там собирал свои вещи практически молча. Уолтер продал свою долю за 5000 долларов. В то время для него это были большие деньги. А позже Уолту и сумма в 5 миллионов кажутся копейками. Но своей наркоимперии Уолтер хочет заработать столько, сколько потерял, покинув серое вещество. Я столько работал не для того, чтобы продать все за бесстанок. Мы хотели захватить весь мир. А потом, между нами и троими, кое-что произошло. Но по личным причинам я решил покинуть компанию. Я продал свою долю двум моим партнерам. Хочешь угадать, сколько эта компания стоит теперь? Не знаю, миллионы? Миллиарды. Уолтер был убежден, что его вынудили продать долю. Выгнали, а Гретхан и Эллиот присвоили результаты его научных трудов себе и разбогатели. Уолтер втайне винил Гретхан и Эллиота в своих финансовых проблемах, отрицая тот факт, что он покинул компанию сам. То есть ты этим оправдываешь свою империю, которую ты построила на моей работе? Как ты можешь такое говорить? Ты сам ушел! Я даже не знаю, что тебе сказать. Мне очень жаль тебя, Уолт. Пошла нахуй. В этом и заключается главная внутренняя драма Уолта. Он не может признать, что сам виноват в том, что не реализовал свой потенциал из-за внутреннего чувства неполноценности. Уолтер сожалеет о решении покинуть серое вещество. Но в момент, когда он принимал это решение, им управляла гордыня. Признаться самому себе в этом будет означать признать свою ошибку, на что Уолтер пойти не может. Поэтому винит в своем провале других. Когда Уолтер узнал о страшном диагнозе, он отказался о денег Гретхан и Эллиота, которые могли бы оплатить ему дорогостоящее лечение. Другой человек, возможно, даже мы с вами согласились бы на их предложение, учитывая то, что лечение стоит 737 тысяч долларов. Но Уолтеру это не позволило сделать его гордость. Что ты вообще обо мне знаешь, Гретхан? Как именно ты себе меня представляла? Что я должен был попросить у вас милостыню? Помимо финансового кризиса, Уолтер переживает еще и личностный кризис. Он уже прожил 50 лет, и по прогнозам врачей, осталось ему не больше двух. Его мучает угнетающее ощущение, что его жизнь может закончиться раньше, чем он успеет, наконец, самореализоваться. Не все люди на своем жизненном пути думают о том, что могут умереть завтра. Но с момента, когда Уолтер узнал о диагнозе, он думает об этом постоянно. Он еще не успел дать детям качественное образование, не реализовался профессионально, не завоевал всеобщего уважения. Когда-то он подавил свои амбиции и согласился на посредственную, но спокойную и безопасную жизнь. Но внутри по-прежнему считал, что поступил неправильно. Поэтому внутреннего примирения с собой Уолтер не испытывал. Спокойная жизнь, на самом деле, таковой не была. Обстоятельства оставили глубокий след на характере Уолтера. А кризис конца жизни запустил процесс изменения приоритетов. Все решения Уолтера происходят через фильтр чувств неполноценности, обиды и гордыни. По мере того, как развивается история, эти чувства все больше берут верх над Уолтером. Как тебя зовут? Хайзенберг. Хайзенберг становится его альтер-эго. А шляпа — символом перевоплощения из прилежного и послушного человека в жестокого и беспринципного. Уолтер надевает ее, когда понимает, что будет совершать по меркам многих людей, но не себя, а моральные поступки. Но дальше Уолтеру и вовсе не нужна шляпа. Хайзенберг практически полностью вытесняет Уолтера. Нет, ты определенно не представляешь, с кем разговариваешь, так что позволь тебя просветить. Я не в опасности, Скайлер. Я и есть опасность. Как это происходит и почему? Ведь поступки, которые совершает Хайзенберг, вначале Уолтеру давались, мягко говоря, непросто. Дело в том, что Уолтеру и Хайзенбергу было трудно уживаться в одном человеке, так как у них разные, если не сказать противоположные моральные ценности. К концу жизни Уолтер смирился с тем, что он и его семья живет скромной, спокойной, безопасной и посредственной жизнью. Уолтер избегает конфликтов и предпочитает лишний раз в них не вступать. Нет, мы уже это обсуждали. Мне не хватает рабочих рук, Уолтер, что я должен делать? Уолтер не склонен к риску, интересы семьи он ставит выше своих, а насильственным способом разрешения конфликтов, если они случаются, не может быть и речи. Когда Уолтер вступает в криминальный мир, он тут же сталкивается с другими участниками этого бизнеса. В этой среде не терпят конкуренцию, поэтому иллюзии Уолтера о том, что бизнес можно вести, не применяя насилие, быстро рушатся. Уолтер и Джесси запираются в подвале дома распространителя мета Крэйзи Эйта. Он представляет для них угрозу, поэтому Уолтеру поручено убить его. Но у Уолтера не хватает внутренних сил это сделать. Он проводит некоторое время с Крэйзи Эйтом и в какой-то момент сближается с ним, при этом ищет внутри себя причины не убивать его. Уолтеру кажется, что если он не будет убивать Крэйзи Эйтом, то тот его пощадит и они разойдутся с миром. Но потом Уолтер понимает, что Крэйзи Эйт задумал использовать осколок от тарелок как орудие убийства. Уолтер душит Крэйзи Эйта велосипедным замком. Прости, прости, прости. Этот эпизод показывает Уолту, что его прошлый моральный кодекс несостоятельен. Если бы Уолтер продолжал следовать ему, его, скорее всего, били бы в первом сезоне. После этого Уолт понимает, что ему надо действовать по-другому. И тогда на сцену выходит Хайзенберг. Чертовски верно. Моральный кодекс Уолтера стремительно вытесняется принципами Хайзенберга, так как моральный кодекс последнего проявляет себя более действенно. Но просто придумать для себя альтер-эго недостаточно. Важно наполнить его теми качествами и свойствами, которыми не обладает первая личность. Хайзенбергу предстоит многому научиться. Посредственная жизнь Хайзенберга не устраивает. Он требует, чтобы все было так, как хочет он. И добивается к себе уважительного отношения. Хайзенберг часто рискует. Но потом видит, что риск был оправдан. Поэтому с каждым разом ставки повышаются, и он попадает во все более опасные ситуации. Когда Уолтер только изобретает в своей голове Хайзенберга, единственное, что отличает его от самого Уолта, это решительность, смелость и дерзость. Создавая Хайзенберга, Уолт очень избирателен и наполняет его разными качествами постепенно. Можно сказать, что Хайзенберг вбирает в себя частичку тех, кого убил. Почти каждая победа, психологическая или физическая, трансформирует его. Трансформация делает его более жестоким, беспринципным и в каком-то смысле более перспективным в преступном мире. Он берет пример с Тука Саламанка. Так же, как Тука, он проявляет себя агрессивно и дает отпор тем, кто представляет угрозу его репутации или его союзникам. После того, как люди Тука избили Джесси, Хайзенберг устраивает взрыв. Это не мед. Подобно Гассу Фрингу, Хайзенберг четко разграничивает преступную деятельность и приличный фасад законопослушности. Теперь вы богатый человек и следует научиться быть богатым. Хайзенберг также принимает и более человечные особенности и привычки своих жертв. Как Crazy Eight, Хайзенберг отрезает корочки от хлеба. Изначально Уолтер действовал ради семьи, она была у него на первом месте. Но позже складывается ситуация, в которой интересы семьи для Хайзенберга отходят на второй план. Уолтер осознает, что его преступная деятельность хоть и обеспечивает семью финансово, но угрожает ее безопасности. Хайзенберг эту проблему решает легко. Он раздвигает свои рамки дозволенного и позволяет себе использовать людей как инструмент достижения цели. Даже если это люди, которых он любит, или это люди беззащитные и не способные дать отпор. Хайзенберг совершил множество жестких поступков. Один из самых жестких – отравление ребенка. Уолтер поступает именно так по целому ряду причин. Он давно замышлял убить Гасса, но без сообщника в лице Джесси он не смог бы этого сделать. В то время Джесси перестал контактировать с Уолтером и все больше переходил на сторону Гасса и Майка. Он сказал, что видит в людях потенциал. Какой потенциал? В каких людях? Во мне. Он сказал, что видит во мне потенциал. Уолтеру нужно было переманить Джесси на свою сторону. Но он знал, что Джесси не будет слушать его доводы. Поэтому его схема действий усложняется. Уолтер отравляет ребенка девушки Джесси, чтобы тот думал, что это сделал Гасс. Только ты не предупредил меня, что пацан может оказаться в больнице. Уолтер обижен на Джесси за то, что тот больше не хочет работать с ним. Тот факт, что Гасс видит Джесси потенциал, ущемляет его гордость. Ведь Уолтер все это затеял изначально, чтобы люди увидели его потенциал, а не чей-то другой. Уолтер прекрасно понимает намерение Гасса. Сделать так, чтобы Джесси научился готовить мед так же, как он. И начал управлять лабораторией. Но Уолтер этого допустить не может. Это его продукт. И его наследие. Уолтер не хочет, чтобы его уникальный продукт производил кто-то кроме него. И не может смириться с мыслью, что его хотят устранить. Чувство неполноценности Уолтер сопряжено, как это ни странно, с его завышенным самомнением. Он считает, что без него бизнес перестанет существовать. Знаешь, что случится, если я вдруг перестану ходить на работу? Предприятие, достаточно крупное, чтобы иметь листинг в NASDAQ, всплывет брюхом вверх. Исчезнет. Оно не сможет существовать без меня. Это не является правдой. Империя Гасса существовала много лет до появления в ней Уолтера. А значит, существовало бы и дальше, если бы Уолтер не вмешался. Гасса Уолтер также убивает из чувства гордости и обиды. Он не может терпеть, что кто-то распоряжается им, когда он сам хочет всем распоряжаться. У нас все было хорошо, тупой ты садинцы. У нас был фрит. Была лаборатория. Было все необходимое, и все работало как часы. Тебе нужно было помалкивать, варить, и ты зарабатывал столько, сколько хотел. Все было идеально, но нет. Тебе захотелось все разрушить. Тебе, твоей гордыне и твоему эго. Тебе хотелось быть главным. Если бы ты делал свое дело и знал свое место, то сейчас у всех все было бы хорошо. Уолтер действительно создал неповторимый продукт. Но гордость затмевает его рассудок, заставляет двигаться все дальше и в итоге приводит к краху. Уолтер не жертва обстоятельств, а жертва самого себя. И под влиянием самого себя он превращается из застенчивого скромного учителя в лицо со шрамом. Уолтер долгое время обманывал нас и себя, когда говорил, что его цель – обеспечить семью. Оказалось, что эта мотивация была второстепенной. Все, чего он хотел, это доказать, что он лучший, и что никто никогда не сможет его превзойти. А если кто-то и попытается, он просто не позволит этого сделать. Уолтер был таким всегда. Обстоятельства и хоть какая-то мораль сдерживали его. Смертельный диагноз и постоянное ощущение тикающих часов окончательно устранили сдерживающие рамки. Моральный кодекс Хайзенберга оказался более эффективным на пути достижения целей. Я проснулся. Уолтер не меняли обстоятельства, но они открыли его истинную сущность. Только в конце Уолтер единственный раз говорит правду. Я сделал это ради себя. Мне это нравилось. У меня отлично получалось. Я был жив. На протяжении всего пути Уолтера сопровождал его напарник, без которого у него не получилось бы осуществить свой первоначальный план. Это был его бывший ученик. Почему Уолтер выбрал себе в партнера именно Джесси Пинкмана? Уолтер хотел готовить и продавать мед, а Джесси уже делал это. К тому же они были знакомы. Но дело не только в удачном стечении обстоятельств. В момент, когда Уолтер и Джесси встречаются, они оба неудачники, которые хотят изменить свою жизнь, но не знают как. Это общая черта сближает их. При общении с Джесси Уолтер руководствовался моделью ученик-учитель, а порой даже отец-сын, что, как ему казалось, давало ему преимущество. Он будет руководить процессом, а Джесси слушаться исполнять. Видно, что Уолтер невысоко оценивал интеллектуальные способности Джесси. «Нет-нет-нет, только не здесь. Да, типа я совсем идиот. Да, типа ты совсем идиот. Мудень». Это становится причиной их постоянных конфликтов. Уолтер искренне возмущалось, что Джесси позволял себе не слушать его. «Куда ты, черт побери, собрался? Эй, отвали, чувак! Боже, у нас еще есть работа! Нет, это у тебя есть работа, а я свою часть выполнил! Ты имеешь в виду туплевочину, которую я убирал два часа? Это твой вклад в общее дело!» Уолтер недооценивал Джесси и принижал его способности, хотя порой думал о Джесси больше, чем о родном сыне. «Конечно, нравится. Отлично едет. Замечательно, Джесси». Джесси долгое время был на вторых ролях, а затем, впрочем, как и Уолтер, захотел пойти дальше самостоятельно, освободиться от влияния Уолтера. «Если копы поймают меня, я дам им то, что они больше всего хотят. Тебя. Ты моя путевка в жизнь, сука». Уолтер хотел усидеть на двух стульях, подавить Джесси и при этом оставить его возле себя. Многие считали Джесси проблемным псом, глупым и ненадежным. Джесси было важно проявить себя с положительной стороны и доказать всем, что их мнение ошибочно. Именно на этом чувстве Уолтер постоянно манипулирует и дает Джесси понять, что он неравноправный участник их партнерства. «Что это за херня? Это мой продукт. Это моя формула. Это мое. Это наш продукт. Но да, я собирался возобновить дела с тобой. И собирался возобновить со мной дела. Нет-нет-нет. Это же я начал с тобой. «Не открывать. Это приказ. Нихуя ты не можешь не приказывать. Надо. Мы равноправные партнеры. Не забыл?» Уолтер всех людей рассматривал как потенциальный инструмент влияния, в то время как Джесси категорически исключал из этого списка детей. Джесси не был равнодушен их жизни. «Хорошей тебе жизни, пацан». Именно поэтому Уолт и выбрал такой жесткий метод манипуляции. «Как он? Ну расскажи, что случилось». «Врачи. Они сами ничего толком не знают. У него как будто простуды. Но ему все хуже и хуже». В начале Джесси действительно слаб и легко подвержен этим манипуляциям. Но по ходу истории Джесси, так же как и Уолтер, меняется только в лучшую сторону. Те потери и испытания, которые он переживает, делают его сильнее. Джесси наконец освобождается от влияния Уолтера и принимает решения самостоятельно. «Возможно, тебе просто пора уехать из города и не оглянуться». «Сол знает одного человека. Он может помочь получить новые документы». «Да, я знаю. Звучит слишком экстремально. Я думаю, это пошло бы тебе на пользу». «Скажу я тебе, если бы я мог, я бы поменялся с тобой местами. Впереди вся жизнь. Может, вы хоть раз не будете меня обрабатывать?» Ситуация с Джесси показывает, насколько стерлись грани морали у Уолтера. Он будет использовать для достижения своих целей кого угодно, даже тех, кого любит. Этим Джесси и отличается от Уолта. Несмотря на полный ужасов путь, Джесси не позволил Уолту сбить его моральный компас. Преступный мир обличил истинную натуру Уолтера, жесткую и беспощадную. Но она также обличила и сущность Джесси. Джесси глубоко одинок, но он сумел сохранить человечность. Деньги и власть не свели его с ума. «Я не отказываюсь от денег. Я отвергаю тебя. Усёк, я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я еще никогда не был так одинок. У меня нет ничего. Зачем тебе это надо? Да тебе же плевать, пока это не пересекается с твоими собственными интересами». Из-за Уолтера Джесси попал в плен к банде Джека Уэлкера. После освобождения у Джесси есть тысяча поводов для мести, но Джесси не стреляет у Уолтера. Он замечает кровавый след на одежде и понимает, что Уолтер скоро умрет сам. «Я хочу этого. Тогда сами и стреляйте». Джесси, наконец, в свободе. У него есть шанс начать жизнь с чистого листа. И хоть Уолтер считал себя умнее, в итоге победителем вышел Джесси. В жизни нам порой приходится иметь дело с людьми, с которыми мы не ладим. В семье, в компании друзей или на работе. В сериале ситуации, где у Уолтера есть конфликт интересов с другим персонажем, мы можем видеть практически в каждой серии. И каждому участнику конфликта нужно добиться своей цели и реализовать собственные интересы. Все действуют исходя из своих внутренних мотиваций. Как нам выстраивать коммуникацию с людьми, с которыми мы не ладим? Универсального ответа на этот вопрос нет. Однако, мы можем проанализировать, как это делают герои во все тяжкие. Жена Уолтера, Скайлер, с первых серий проявляет себя как крайне жесткий и прагматичный человек. Послушайте, дамочка, ёпта, что бы вы там ни продавали, я не буду это покупать, ёпта. Меня зовут Скайлер Уайт, ёпта. Мой муж Уолтер Уайт, ёпта. Многих она раздражает своей навязчивостью и постоянным желанием держать всё под контролем. Всё, что мне нужно сейчас, это чтобы ты отпустила мои яйца. Когда сериал показывали по телевидению, многих зрителей Скайлер Уайт раздражала настолько сильно, что они писали угрозы актрисе Ани Ганн. Но, в отличие от Уолтера, сохранить семью – её настоящая первостепенная мотивация. Она боится, что конфликт с мужем может негативно отразиться на детях, поэтому стремится отгородить их от этого. В ситуациях, когда Скайлер считает, что она лучше знает, как поступить, она позволяет себе оставить последнее слово за собой. Даже если с ней кто-то не согласен, она поступает по-своему. Основной приём, который она использует, чтобы добиваться своих целей – давление. Когда Уолтер отказывается проходить дорогостоящее лечение, Скайлер долго пытается уговорить мужа, но это не работает. Тогда, чтобы оказать давление на Уолтера, Анна собирает всю семью, так как знает, что они её поддержат. Я чувствую, что твоё решение, оно не ограничивается твоими интересами, не ограничивается интересами нашей семьи. Тебе необходимо лечение, и ничто не сможет тебя остановить, кроме тебя самого. Под давлением Уолтер всё-таки сдаётся. Хорошо. Что хорошо? Я пройду лечение. После того, как Скайлер узнала о преступной деятельности Уолтера, она хотела развести с ним. Вы дура. Если останетесь в этом доме хотя бы ещё на одну минуту, иначе вы сами становитесь соучастницей. Вы преступница. Вы, ваши дети, вы можете потерять всё, что имеете, потому что от добрых чувств к преступнику отказываетесь от развода. Я не выходила замуж за преступника, но вы замужем за ним сейчас. Но позже прагматизм взял верх. Когда документы были подписаны, Скайлер решила не разводиться с Уолтером. Я на самом деле так и не отправила бумаги. Супругов нельзя заставить свидетельствовать друг против друга. На протяжении всего сериала Скайлер действует как некий ограничитель для Уолтера. Её контроль усиливается, когда она узнаёт о варке мета. Чтобы отмыть деньги Уолта, Скайлер настояла именно на покупке автомойки. Хотя у Уолта и Соло изначально был другой план. Существует же куча автомойк в этом районе. Кто сказал, что нужна именно эта? Я. Скайлер прекрасно понимает, что её метод общения нравится далеко не всем. Он создал ей репутацию жёсткой женщины, с которой трудно договориться. Ты хотя бы денег выиграл, а я просто стервозная мамаша, которая тебе продуху не даёт. Она создано взяла на себя роль стерва, и долгое время Уолтер от этого выигрывал. В глазах своего сына и других людей Уолтер по-прежнему выглядел любящим семьянином. Уолтер пытался давать отпор давлению со стороны Скайлер, но в отличие от Уолта, Скайлер использовала этот приём, чтобы действительно защитить семью. Когда выдуманная история о большом денежном выигрыше в карты сработала и показалась правдоподобной, это дало Скайлер силы продолжать защищать своего мужа. Но всё изменилось, когда она узнала об убийстве Гасса Фринга. После этого моральные силы Скайлер были истощены, а Уолтер Хайзенберг, как и до этого, перенял черту своей жертвы и стал использовать давление против Скайлер. Если в начале сериала нам могло казаться, что Уолтер – жертва властной жены, то в конце становится очевидно, что жертвой всё это время была Скайлер. Хэнк Шрейдер Хэнк Шрейдер с точки зрения развития персонажа – полная противоположность Уолтера. У Хэнка есть то, что втайне желает получить сам Уолт. Хэнк преуспел в своей работе. Его уважают коллеги. Окружающие признают его заслуги и потенциал, и доверяют ему. Иногда Хэнк ведёт себя грубо и без такта. Ну, это цепы попка как лук. Мне аж плакать хочется. Для Хэнка важна сила закона, и он преимущественно пользуется именно ей. Когда Хэнк высказывает свои подозрения по поводу Гасса Фринга, многие не верят ему. Но с помощью хитрости Хэнку удается найти доказательства и подтвердить свои слова. Приятного аппетита. Принести вам что-нибудь ещё? Конечно. Это у меня диетическую комнату. Поведение Хэнка, его телосложение и должность создают образ бесстрашного копа. Но у Хэнка есть слабая сторона, которую он, впрочем, старается тщательно скрывать. Впервые в сериале она проявляется в эпизоде в Эль Паса. После этого эпизода Хэнка преследует тревога и беспокойство. Ему стыдно за проявленную слабость, и он стремится её скрывать. Мои переживания с твоими имеют мало общего. Чтобы добиться своих целей, Хэнк редко применяет физическую силу. Но в момент слабости ему кажется, что это единственный способ получить желаемое. Так Хэнк избивает Джесси, чтобы заставить его дать показания. Но тем самым он превышает свои полномочия. Однако заработанная годами положительная репутация спасает Хэнка. После этого он старается вести себя осторожней и ко всем словам предъявлять доказательства. И Уолтер, зная это, использует качество Хэнка с выгодой для себя. Уолтер знает, что для Хэнка важным показателем считается репутация человека. Хэнк, как и многие сотрудники ОБН, считает, что если человек пошёл на преступление один раз, то есть испортил свою репутацию, то пойдёт на него и во второй. Уолтер использует хитрость и интеллект, чтобы тщательно скрывать доказательства, которые бы вывели его на след. Долгое время за счёт своей положительной репутации в глазах Хэнка, Уолтер остаётся безнаказанным. Когда Хэнк узнаёт секрет Уолтера, его сила закона не действует, потому что нет доказательств. Уолтер использует закон против Хэнка и записывает ложные показания. Уже больше года Хэнк строит метамфетаминовую империю и использует меня в качестве химика. Перед Уолтом Хэнк оказывается бессилен. Привет, я Сол Гудман. Вы знаете, что у вас есть права? Конституция считает, что есть. Я тоже. Я считаю, что пока не доказана вина, каждый мужчина, женщина и ребёнок в этой стране невиновны. Сол Гудман — хитроумный адвокат, который защищает преступников и сам вовлечён в криминальный бизнес. Он, как и Хэнк Шрейдер, использует силу закона. Только с другой стороны, он ищет лазейки. Его мотивация — расширять свой бизнес и зарабатывать больше денег. Я выберу тебе второй звонок. Ты позвонишь мамочке или папочке, или священнику, или предводить любой скаутов, и они привезут мне чек на 4650 долларов. Но криминальный мир накладывает на действие Соло много ограничений. Часто он сам оказывается в центре конфликта и вынужден защищать самого себя, но при этом не упускает возможность заработать. Ты теперь владелец этого замечательного заведения. Бесплатно, что ли? Бесплатно! Да, мы прикройте уши. Это безупречно чистое, чрезвычайно выгодное местное учреждение с 312 тысяч долларов. Это приемлемо. Чтобы разрешить конфликт, отстоять свои интересы и продвинуть бизнес, Соло использует хитрость и знания законов, воплощение которых приведет к тому, что выигрыши останутся оба. Что я могу для вас сделать, господа? Так, послушайте, мы втроем все разрулим. Теперь ваши интересы официально представляют Соло Гудман и партнеры. Итак, если гниение в тюрьме даже не рассматривается, по-моему, кто-то определенно сядет в тюрьму. Вопрос лишь в том, кто именно. Чтобы отвести подозрения от Уолтера и Джесси, Соло находит подставное лицо. Человека, который сядет в тюрьму вместо Уолтера. Когда это произойдет? Уже происходит. Покупка состоится завтра. Копы загребают Джейми, Барсук свободен, все счастливы. И все это обойдется вам 80 тысяч и полкило вашего отборного мета. Долгое время подобная тактика помогает Солу развивать карьеру и спасаться от неприятностей. Но она не могла работать вечно. Когда ситуация обостряется, Сол, как и Уолтер, начинает новую жизнь под другим именем в другом штате. Изначально Соло устраивало сотрудничество с Уолтом. Уолтер доверял ему. Но позже, когда Уолтер подвергал опасности его бизнес, Сол несколько раз хотел выйти из игры. Но Уолтер заставлял продолжать работать с ним. В глазах Сола Уолтер хотел казаться жестким. Но как хороший в своем деле адвокат, Сол знал не только сильные стороны своего клиента, но и слабости. Именно слабость Уолтера, его кашель и выдает его, когда он устраивает налет на Соло с Джесси. Мистер Мэггил, я узнал ваш кашель. В конце истории Уолтер по-прежнему стремится использовать адвокатские навыки Сола в свою пользу. Но его снова подводит кашель. Ничего не кончено. Пока. В этот момент Сол, возможно, думает о том, что ему не стоило бы работать с Уолтером с самого начала. Спасибо вам, мистер Фринг. Всегда рад помочь. Люди вроде вашего мужа, как тонкая защита между нами и этими животными. Чтобы люди, которые знают о преступной деятельности Гасса, не имели соблазна сдать его полиции, он подкупает их. И, если нужно, запугивает. Или вовсе устраняет. Гасс всегда держит все под контролем. И ни на секунду не забывает о том, что ему надо поддерживать образ. Теперь поблагодарите меня и пожмите мне руку. Спасибо. Еще раз спасибо. Всегда рад, мистер Уайт. Основная тактика, которую Гасс использует в общении, это намек. Он не проговаривает часть информации. Не произносит слух намерения до конца, но своим действием дает собеседнику понять, что он намеревается сделать. Это безумно пугает. И что вы можете мне посоветовать? Никогда не совершайте одну ошибку дважды. В этот момент Гасс намекает Уолту на Джесси. Долгое время Джесси казался Гассу ненадежным игроком. И он всячески намекал Уолтеру, что от Джесси нужно избавиться. Но не говорил этого напрямую. Порой намеки Гасса переходят все грани жестокости. На глазах Уолтера и Джесси Гасс убивает Виктора канцелярским ножом, чтобы показать, что то же самое произойдет с ними, если они будут подрывать безопасность бизнеса. Также в переговорах Гассу помогает контроль эмоций. Точнее, практически полное их отсутствие. Таким образом Гасс защищается. Собеседники не могут понять его эмоций, а значит им труднее предсказать его действия. Гасс настолько поглощен контролем своего образа, что даже в момент своей смерти поправляет галстук. Для Хайзенберга Гасс был самым мощным источником вдохновения. И до и после убийства Гасса Уолтер копировал, на его взгляд, самые эффективные с точки зрения бизнеса черты. Помимо всего прочего, Уолтер стал еще более скрытным и перестал рассказывать о всех своих намерениях напрямую, как Гасс. Постой. Тио убил близкого Гасса. Понимаю, что это не особо полезная информация. Но, извини. Что есть, то есть. Они враги, а не друзья. Как видно, ни одна тактика общения не работает в 100% случаев. Когда в конфликте участвуют две стороны, и каждая сторона намеренно до конца отстаивает свои интересы, то между ними начинается борьба, и побеждает в ней сильнейший. Победа не всегда справедлива и может определяться разными факторами. Физической силой, интеллектом, хитростью, иногда жестокостью. Пройдя такой долгий, тяжелый и опасный путь, получил ли в конце концов Уолтер то, что хотел? Уолтер стремился реализовать свой научный потенциал в качестве химика. Он создал уникальный и неповторимый продукт, но из-за преступной и опасной природы наркотика это достижение не может стать достоянием общественности. Уолтер получил признание в преступном мире, но в обычном так и не достиг его. Уолтер хотел, чтобы Гретхан и Эллиот признали его вклад в разработку серого вещества. Но, когда становится известно о наркоимперии Уолтера, Гретхан и Эллиот сводят значимость вклада Уолтера к нулю. Уолтер хотел завоевать уважение своей семьи, хотел доказать им свою способность финансово их обеспечивать. Но из-за действий Уолтера семья разрушена, и его деньги им не нужны, а родной сын желает ему смерти. Если до этого Уолтер-младший говорил о смерти отца от безысходности, тогда, может, уже, блядь, сдохнешь наконец, то теперь он говорит это всерьез. Ты убил дядю Хэнка? Заткнись! Пожалуйста! Мне ничего, тебя не нужно! Мне насрать! Почему ты до сих пор жив? Когда же ты уже наконец сдохнешь? Уолтер не убивал Хэнка, но после всего того, что он сделал, и после всей лжи, Уолтер становится тем мальчиком из сказки про волков. В этот раз ему никто не верит. И больнее всего Уолтеру от того, что никто не хочет его выслушать и узнать, что произошло на самом деле. Но даже если все узнают, что в смерти Хэнка виноват не Уолтер, это не снимает с него груз ответственности за предыдущее убийство. По почетам фанатов сериала, Уолтер убил около 200 человек. Уолтер разрушил жизнь огромного количества людей, всех не перечислить. И виноват в этом исключительно он сам. Его гордость, тайные обиды и чувство неполноценности. Когда Винс Гиллиган придумал идею для сериала, он поставил перед собой задачу – показать, как герой из хорошего постепенно превращается в плохого. Уолтер Уай становится жестоким и беспринципным человеком. И все ради того, чтобы доказать ему миру, что он лучший. Долгое время жизнь Уолтера складывалась, по его мнению, неудачно. Он прожил 50 лет и так и не ощутил себя живым. Он копил обиду и злость. И всего за один год он стремительно выплеснул все, что было внутри него. Он быстро поднялся, а также быстро упал. Его пугала перспектива, что он умрет от страшной болезни раньше, чем кто-то узнает о его способностях и признает его заслуги. В конце жизни он смог признаться самому себе, что участие в криминальном бизнесе приносило ему удовольствие. Все свои поступки он совершил не ради семьи, а ради себя. Он потерял всех, кто был рядом с ним. Стоила ли игра свеч? Нужно ли было рисковать своей жизнью и жизнями других людей? Пожалуй, на этот вопрос у каждого будет свой ответ. Но одно ясно точно – нет ничего страшнее человека, которому больше нечего терять. АПЛОДИСМЕНТЫ